Доброго дня, всем добрым людям. Мы снова на YouTube-канале Марка Солунина. У нас сегодня политинформация. Для меня сегодня это поздний вечер 30 сентября. Для вас, вероятно, это будет 1 октября. Краткое содержание политинформации. Главным событием дня, недели, несомненно, является успешное наступление украинской армии на северном берегу реки Северский Донец и, безусловно, обозначившееся окружение группировки российских войск в районе Лимана. Что касается политических событий, то, вероятно, некоторым событием, очень непонятным, является сегодняшнее, для меня сегодня, 30 сентября, выступление, называющее себя президентом Путина перед Федеральным собранием России. От него ожидали больших злодейств. Многие ждали от него больших злодейств. А он опять чижика съел. И вот, собственно говоря, краткое содержание того, что произошло за неделю. Теперь все то же самое, медленно и по пунктам. Главное, конечно же, происходит на фронте. О том, что произошло за последние несколько дней в районе Лимана и двух населенных пунктов, к западу и востоку от него Дробушево-Ямполь, с фантастическим мастерством сформулировал Денис Пушилин. Существо это называлось ранее начальником Донецкой так называемой Народной Республики, а кто-нибудь теперь после присоединения уже не совсем понятно. А так вот, Пушилин написал следующее, кавычки открываются. Льямполь и Дробушево в полной мере нами не контролируются. Конец цитаты. Вот это мастерство. То ли они нами в полной мере, ну то есть мы их контролируем, но не совсем, не до полной меры. То ли они нами уже совершенно не контролируются, в полной мере. Ну, Денис Пушилин при должности деньгах ему можно. Активисты, вот все вот эти пророссийские, сепаратистские блогеры, как тмитфаер, по-русски это называется кипятком, значит, читаем то, что пишет известный товарищ старше Эдды, кавычки открываются. «Окружение ВСУ Лимана, окружение украинскими войсками Лимана, это заключительная часть сверхудачной для Украины Балаклейско-Купинской операции. Надеюсь, то время, что дали нашим войскам, бившиеся под Лиманом, пошло впрок, и новая линия обороны сформирована по всем правилам. Если же нет, то я просто не знаю, каким словом это назвать. Хотя, конечно же, знаю». Конец цитаты. Более определенно выразился, если у них такой боевой кот, так он себя называет, боевой кот Мурс, известный товарищ из ультралевых, ставших теперь пропутинцем. Он реально там. Кавычки открываются. «Единственный комментарий, который у меня будет, кричащим заголовком телеграм-канала в ближайшие дни, краток и печален. Это предательство. Такого уровня некомпетентности просто не существует». Конец цитаты. Ну, Геркин Стрелков, полковник ФСБ и военный преступник, выразился, конечно же, более взвешенно. Все-таки полковник. Кавычки открываются. «Почему отход из Лимана не был заранее обеспечен водом в коридор, достаточно для его удержания и прикрытия отхода сил?» На это у меня ответа не имеется. Поэтому полностью отвергну тезис уважаемого Андрея Мурза о предательстве я не могу. Но все же с большей долей вероятности, я предполагаю, следующие четыре слова Геркин набрал большими буквами. «Непроходимый кретинизм» и «непрофессионализм» командования. Так что же такого с ними-то произошло? Вот эта схема, схема БВР-10 в районе Лимана, которую мы с вами видели неделю назад. То есть местность, местность, течет река Оскол по карте сверху вниз, с севера на юг, впадает в реку Северский Донец, и дальше Северский Донец таким затейливым образом извивается, у Святогорска разворачивается, потом делает еще один извив. И вот на другом берегу его, на другом берегу, значит, северном, скажем так, берегу, левом берегу реки Северский Донец есть большой, ну, в масштабах этого района, лесного района, есть достаточно крупный поселок Лиман с весьма крупной узловой железнодорожной станцией, противник туда пробивался несколько месяцев, и в результате многонедельных боев, как мы помним, по-моему, был август, на Лиманом овладел. После разгрома российской армии в районе Балаклея-Изюм-Купинск противник отошел на восток, украинские войска смогли приправиться на ту сторону Северского Донца и начались продолжавшиеся, ну, сколько уже, значит, более двух недель бои. Удалось подойти к Дробышеву, в лоб попытка сходу взять Лиман оказалась неудачной. В начале, в начале той недели, которая завершилась, что я показал на данной схеме, принята была попытка обойти Лиманский укрепрайон с севером наступлением от лозовой эрупции на редкодуб Новая, которая, ну, в первой его попытке оказалась неудачной. Далее продолжались бои. В четверг произошло то, что мы видим на этой схеме из иностранного источника, то есть украинские войска смогли, опять же, обходя севером, занять Зеленую долину и, развернувшись на 90 градусов, двигаясь уже по кратии вниз, то есть на юг, на ставки, начали заходить в тыл лиманской группировки. После чего по уму, конечно же, о чем и пишут стрелков и прочее, надо было отводить. Или отводить, или срочно подтягивать резервы, которые бы могли пробить коридор. В результате, в результате произошло то ли по причине дебилизма, как считают одни, то ли по причине предательства, как считает Мурс. А есть еще третья точка зрения, которую я тоже озвучу. Я не знаю, что правда, но я ее озвучу. Есть такое мнение, что ВВ Путин лично сейчас уже командует войсками на батальонном уровне. Ну, естественно, ему на момент его торжественного выступления в Совете этой САБа Федерации с поздравлениями о том, что они приняли к себе ДНР, ЛНР и прочих, ему падение Лимана было ни к чему. И была поставлена задача стоять насмерть. В результате мы имеем, но утром 30-го, днем 30-го, ситуация была следующая. То есть накануне еще 29-го украинские войска заняли Ямпуль. Вероятно, уже вечером 29-го заняли Дробышево. Главные же события происходили севернее. Севернее, часть группировки украинских войск, которая наступала на Новая Зеленая долина, двигаясь на юг, перерезала дорогу, связывающую Торска и Дробышево, и вышла к населенному пункту Ставки. Что там непонятно, есть разные сведения. Возможно, Ставки еще контролируют в какой-то части российские войска. В любом случае, дорога, связывающая Торска и Дробышево, для противника потеряна. Что же теперь происходит? Смотрим на схему дорог. Главным точкой этого сражения является агломерация Заречная-Торска. Два небольших населенных пункта. Пункт это небольшой, а там дорожный узел. Такой, как видите, пересечение нескольких дорог. И фактически любая связь с большой землей, учитывая, что на юге-то у нас река, для российских войск или от Кременной по дороге на Торска, или с севера, или с севера от Сватова тоже на то же самое Торска. После того, как эти дороги будут перерезаны, но одна из них точно перерезана, которая от Торска на Дробышево, и через Червона-Дзебровал украинские войска продвигаются к дороге Торска-Кременной. Скорее всего, она пока еще как таковая удерживается российскими войсками, но уже находится под непрерывным огневым контролем украинской арциллерии. В результате российские войска в районе Лиман-Торска находятся почти в полном окружении, дороги точно находятся под огневым контролем, и последний на момент, когда готовил эту политинформацию, это то, что украинские войска наступают новое на восток, дошли до Ивановка, и, соответственно, близки к тому, чтобы перерезать окончательно дорогу, который идет с севера от Сватова на Торска, что делает практически уже бессмысленными любые попытки даже вырваться из Лимана в Торска для противника. Одновременно с этим к вечеру, все-таки к вечеру 30-го командование противника одумалось, и сейчас по дороге от Кременая на Торска прорываются подкрепления, предположительно, порядка двух батальонных тактических групп, что достаточно много в масштабе этой войны, с танками, понятная задача занять Торска, восстановить над ним контроль и деблокировать окруженную группировку. Вот такая ситуация. Теперь желательно было бы понять ее реальный масштаб. Ну, во-первых, смотрим на следующую схему. Здесь становится попонятнее, о чем идет борьба. Не болтовня, а о чем идет борьба. Если украинским войскам удастся разгромить на то, что у противников в Лимане и Торском образуется довольно такой основательный километров на 20 разрыв во фронте, то есть это уже безусловно наступление оперативного масштаба и в это оперативный прорыв, если украинская команда вводит дополнительные силы, оно естественным образом выходит на Кременную. Если вы помните события, много чего произошло в мае-июне именно с захвата противником Кременной и началось то очень медленное прогрязание, то очень медленное наступление противника, которое закончилось тем, что противник смог владеть Телеманом и Северодонецком. Так вот, после того, если украинские войска берут свои руки Кременную, дальше появляется целый набор возможностей. Одна возможность это наступление на север, на агломерацию Северодонецк-Лисичанск, другая это наступление на Сватово или Старобильск, что еще глубже, с целью окончательно перехватить оставшиеся две логистические точки Сватово и Старобильск и лишить всякого снабжения группировку противника на севере Луганской области. С одной стороны. С другой стороны, надо четко понимать, что цена вопроса цена вопроса надо ли, надо ли, целесообразно ли тратить драгоценные ресурсы, включая самый драгоценный ресурс, на то, чтобы снова владеть развалинами Северодонецка. Это один вопрос. То есть имеет ли этот оперативный успех серьезное стратегическое развитие, может ли он его иметь, это вопрос. Опять же, надо совершенно четко понять масштаб, что же там окружено в районе Лемонтурская. Ну, как всегда в таких случаях оценки с той и с другой стороны расходятся. По максимальным оценкам, которые можно увидеть, опять же, в пабликах, генштаб украинский никаких цифр не называет, а там может быть в окружении порядка 6 тысяч российских войск, но с другой стороны не очень понятно, где они там могли набраться. Там два так называемых добровольческих батальона БАРС, набранных в России порядка двух батальонов тактических групп от 20-й общевосковой российской армии и некоторые подразделения Луганской так называемой народной милиции. Может быть, да, с точки зрения в расчете по максимальной укомплектовности там 6 тысяч наберется. А понятно, что после многомесячных боев едва ли там есть укомплектовность больше, чем 50-70%, но в любом случае многотысячная, без сомнения, многотысячная группировка противника находится в окружении и если не сможет противник подпринять экстренных каких-то мер, то мы, может быть, впервые с начала этой войны увидим длинные колонны пленных. Такая ситуация на фронте. Теперь возвращаемся к событиям политическим. После того, как российские власти провели некий балаган на оккупированных территориях Украины, на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, некий балаган под названием референдум, который сколько я успел отследить, никто на белом свете, включая Лукашенко, включая страну Эритрия, включая Северную Корею и основное государство Паулу, а по-моему, еще никто не решился назвать этот референдум чем-то имеющим юридический смысл, значение и какие-то юридически значимые последствия, завершив этот балаган, они устроили следующий балаган в Москве, то есть с утра перекрыли все дороги, все дороги перекрыли в центре Москвы, с опозданием на 18 минут Владимир Владимирович прибыл в это собрание лучших людей страны, федеральное собрание, и там выступил с большим докладом по поводу состоявшегося в кавычках референдума и, соответственно, присоединения, как они считают, присоединение этих территорий оккупированных, на которые сейчас идут боевые действия фактически, там есть партизаны, там есть диверсионные группы украинской армии, вот, присоединение и включение в состав российских. Много было, да, действительно было много опасений связанных с этим выступлением, еще больше было хайпо-жорство и кликбейтных заголовков, одни кликуши пугали, что там объявится амтиматум атомный, будет объявлено военное положение и прочие странства, военное положение в России. У меня тоже были, у меня тоже были чрезвычайно тревожные опасения, немножко другого свойства, которым я поделился с своими друзьями, не стал я их выносить публичную плоскость, опасения мои были связаны с тем, что, ну, если бы мозгов было побольше, сейчас мы уже знаем, что мозгов поменьше, если бы мозгов было побольше, то они могли бы сделать сегодня такую вещь. То есть, Владимир Владимирович вылезает на трибуну и говорит, что специальная военная операция завершена, завершена блестящим успехом, мы освободили наших братьев русских, которые жили в Новороссии, от ИГО киевской хунты, забрали их себе под нашу защиту, все, задачи операции выполнены, специальная военная операция завершена, я отдал, я, Путин, отдал приказ прекратить наступательные действия, укреплять новую границу, все, для нас война закончилась. Что там по этому поводу думает киевская хунта, нас не интересует, что думают ее заокеанские союзники, нас тем более не интересует, для нас все закончилось. И вот это было бы серьезный, мощный, коварный шаг, который, понятно, что не оказал бы никакого влияния на украинское руководство и украинскую армию, но он бы мог послужить серьезнейшим инструментом раскола, разброда и шатаний в лагере западных союзников Соединенных Штатов. Тут бы, конечно же, подскочили все Путин-ферштеры, все эти европейские лидеры, то ли по глупости, то ли по трусости, то ли за деньги, то ли под воздельницей шантажили еще чего, призывающие понять Путина, войти в положение Путина, не загонять Путина в угол, после таких заявлений, они бы, конечно, хором сказали, ну все, замечательно, Украину мы спасли, украинское государство со столицей в городе Киев сохранено, ну а чуть больше территории, чуть меньше территории, но и к невиде, на 35 миллионов там земли полно. Это могло бы стать очень серьезным инструментом раскола, а может быть, даже и реального ослабления той помощи военно-технической, финансовой, разведывательной, без которой, скажем честно, в Украине было бы очень-очень и очень тяжело продолжать это сопротивление, да и даже прихватывать инициативу. Но ничего этого не произошло, произошло что-то совершенно непонятное. Владимир Владимирович забрался на сцену только для того, чтобы произнести сорокаминутную речь. В которой про Украину было сказано ну там две-три фразы. Про то, что вот конкретно вообще предполагается делать с этими вновь присоединенными в кавычках территориями не было сказано вообще ни одной фразы. Про мобилизацию, которая потрясла до глубины души российское народо население, о чем мы говорили, будем говорить дальше. Сейчас просто не хочу отвлекаться, много новостей из Самары. Про мобилизацию было сказано один раз в предаточном предложении, когда он перечислял, что мы передаем братский привет и благодарность этим, 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 а также мобилизуемым, которые сейчас со всей душой рвутся защищать Новороссию. Это все. А о чем? Весь спич был посвящен длинному и долгому перечислению обид, которые проклятый Запад нанес России. Плачу на тему о том, как Запад всегда Россию ненавидел, какие они плохие вообще, какая ужасно плохая Америка. Вспомнили все. Негров, индейцев, колонии, какие-то колониальные войны. В общем, нес он что-то уму непостижимое. Раз 200 произнес слова про многовековую русофобию, нескрываемую злобу, наконец дошел до того, что до богатства я цитирую это цитата до богатства России Запад сумел дорваться в конце 20 века из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все все помним, ничего не забыли. Ну, конечно, Владимир Владимирович, кому же еще помнить, сколько миллионов, потом миллиардов, может быть, и триллион долларов вы и ваши друзья своровали из России и так и выкачали. Конечно же, не в России же эти ворованные доллары держать. Как историк не могу пропустить мимо и такой пассаж, и такой пассаж, опять же, прямая цитата, кавычки, открываются. Напомню, Путин напоминает собравшимся, напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой повторения военной необходимости, чтобы запугать нас. Ну, по поводу бомбардировки Дрездена, это февраль 1945 года. Здесь вопрос о военной необходимости может обсуждаться. В любом случае, надо иметь в виду очевидный факт, что с настойчивым требованием к союзникам уничтожат Дрезденские железнодорожный узел обратился не кто иной, как товарищ Сталин. Бомбардировка произошла через неделю после начала уже через несколько дней после завершения Ялтинской конференции, в ходе которой Сталин, одержимый своей паранойи, предъявил союзникам, что они специально, преднамеренно не разрушают железнодорожные узлы восточной Германии, в частности в Лепциге и Дрездене. Это делают они специально для того, чтобы немцы перебрасывали войска Западного фронта на восток, навстречу наступающей Красной армии. Поэтому на западе они железнодорожные узлы действительно разрушают, а на востоке их держат целыми. Несколько ошалевшие союзники пытались было объяснить товарищу Сталину, что самолеты не бесконечная дальность полета, и для бомбардировщиков, которые базируются на Британском острове. Понятно, что долететь до Кёльна и Гамбурга как-то поближе, чем лететь до Дрездена. Товарищ Сталин был неумолим, и бомбардировка произошла. Но об этом еще можно спорить. Что же касается бомбардировки Кёльна, это 30-31 мая 1942 года, извиняюсь, Гамбург это лето июль 1943 года, то есть именно тогда, когда на Восточном фронте шли ожесточеннейшие бои, но конец мая 1942 это две трагедии, это Харьковское окружение, окружение в Крыму, в Керчи, и в этот момент бомбардировка Гамбурга июль 1943, это самый разгар Курской битвы, и в эти моменты сокрушительные удары по германской экономике, германской промышленности, германской транспортной системе, по моральному состоянию политмурсосу германского народа, населения и армии воспринимали в Советском Союзе с колоссальной радостью, да, понятно, вполне оправданной злорадной радостью, но именно что с радостью, и уж никак никто, никому в голову не могло прийти, что эти удары по Германии, которые ослабляют её, лишают немца возможности перебросить что-то на Восточный фронт делаются для запугивания Советского Союза. В общем, много всякого потрясающего он там произнёс, а всё это вообще производило впечатление весь этот набор настолько нелепых, не столько нелепых, убогих, примитивных, антизападных страшилок, вроде как вот пенсионер, дедушки-то В.В. Путина уже под 70, скоро будет день рождения, вот, ну, пенсионера выпустили на арену, на сцену, извиняюсь, хотя на арену тоже хорошо оговорился, и вот разрешили ему публично пересказать все те глупости, которые он последние 10 лет безостановочно слушал из своего черно-белого телевизора рекорд в своём депрессивном Усть-Зажопинске. однако, 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 добрые люди мне, друзья, написали, ты посмотри, ну, ты прочитал, ты посмотри на экран, а я включил и посмотрел. Я сначала прочитал стенограмму на сайте Кремль и Ру и думал, что с меня хватит. Вот, но по совету, друзья, я посмотрел, и вы знаете, правильно сделал, что посмотрел, потому что зрелище меня поверло в ещё большую задумчивость. Если бы это излагал пенсионер, то он бы это излагал с теми интонациями, которые ему вложил Владимир Соловьёв, Марго, Симонян и прочая вот эта вот публика, то есть с энергией, с злостью, с крежетом зубовным, понимаете ли, по-скобеевски. А Вова Путин был расслабленный, немножечко шутил, и вообще всё это производило впечатление того, что ему страшно надоело, ему страшно надоело, но номер надо отыграть до конца. Очень странное всё это имело вид, всё это имело странный вид. Под конец, конечно же, Вова Путин вспомнил о главном резерве, главной ударной силе России, духовности, духовности. И под конец он процитировал, как всегда, Ильина, я верю в духовные силы русского народа, его дух мой дух, его судьба моя судьба, его страдания мое горе, его рассвет моя радость, за этими словами великий духовный выбор, за нами правда, за нами Россия. И вот как я это дело услышал, я, конечно же, сразу понял, где надо искать разгадку, а разгадку надо, как всегда, искать у Салтыкова Щерина, его бессмертным на все времена произведений истории одного города. Вот именно там-то оно всё, это самая правда и была, открываем, это бессмертное произведение. Значит, глава, когда городом Глупов командовал градоначальник бригадир, бригадир, это не бригадир, бандитская бригада, это звание в российской армии этого времени, а бригадир Фердыщенко и довёл он этих несчастных глуповцев до страшного голода и решили они послать гонца. Нашли старика Евсеича и сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своём искушать бригадира до трёх раз. Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом с голода помираем? Так начал он своё первое искушение. Ведомо ответил бригадир. А ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промежнаш учинился? Нет, неведомо. Тем первое искушение закончилось. Окончилось. Бригадир же, видя таковой Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился бригадир во второй раз, но уже прежний твёрдый вид утерел. «Справдую мне жить везде хорошо», сказал он, «ежели моё дело справедливое, так ссылай ты меня хошь на окрас света, мне и там справдую будет хорошо. Потому она, правда, матушка непоседливая из избы, вон гонит, вон а что». Тем второе искушение и кончилось. Пригадир же, ведя Евсеича о правде безнуждного беседующего, убоялся его против прежнего негуразда. Или, говоря другими словами, Фердышенко понял, что, ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не высекут. Ну, с Евсеичем всё было плохо. Третий раз, когда он пошёл искушать бригадира, бригадир закричал заковать дурака в кандалы, несчастного Евсеича отправили в Сибирь. С той минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете и не было, исчез без остатка. Возвращаясь к В.В. Путину, его странному сорокаминутному монологу про обиды и про правду, на которой держится российский дух, или дух этот наполняет правду, складается в мэне вражение, впечатление у меня такое, складывается почтеннейшая публика, может быть, я ошибаюсь, что, похоже, ему что-то объяснили. Всё-таки ему объяснили, что надо спилить мушку. И когда Седжек Селиван и Энтони Блинкин говорили о том, что они связались с российским руководством и довели до его сведения, видимо, они действительно довели, и он всё понял, и мушку таки начали спиливать. Такое у меня впечатление, может быть, оно и ошибочное. В третью завершающую часть нашей сегодняшней политинформации мы займёмся именно тем, что в Советском Союзе под политформацией понималось. Чтение газет «Слух». Я буду читать слух отрывки, естественно, от огромной статьи в четырёх частях, которую опубликовал Курт Волкер, отставной американский дипломат, весьма поставленный дипломат, большую статью, но она опубликована власти в Соединённых Штатах, перепечатали её везде, включая Украину. Меня интересует, конечно, та её часть, которая посвящена событиям на фронте, именно военной составляющей, и имеет смысл внимательно, очень внимательно послушать ту позицию, которую излагает, по крайней мере, какая-то часть американского политического истеблишмента. Цитата будет большая, кавычки открываются. Мужество и решительность украинского народа обеспечили будущее страны как суверенной, независимой европейской демократии. Боевые действия сейчас должны определить границы Украины, а также состояние российской армии и российского режима, который останется после войны. Для безопасности Европы необходимо, чтобы Украина победила российскую армию и восстановила контроль над всей своей оккупированной территорией. Любая меньшая цель вознаградит путинскую агрессию и оставит на месте российские вооруженные силы, которые перегруппируются и снова атакуют. Фашистская и империалистическая Россия, готовая применить силу для расширения своей территории и устранения воображаемых исторических обид представляет угроза для всей Европы, а не только для Украины. Европа будет в безопасности только тогда, когда Россия согласится с тем, что она должна жить в своих собственных границах. Для того, чтобы Украина победила, причем как можно быстрее и с минимальными человеческими жертвами, Соединенные Штаты и их союзники должны обеспечить стабильные и беспребойные поставки Украине боеприпасов и оружия. Необходимо прекратить накладывать ограничения на помощь. В частности, мы должны немедленно предоставить Украине самые дальнобойные снаряды, судя по контексту, дальше речь идет о ракетных снарядах, из нашего арсенала, чтобы они могли более эффективно уничтожать российские линии снабжения, включая связанные с боеприпасами, топливом, другую логистику и позиции. Поставляемые в настоящее время системы с дальностью стрельбы 80 километров не позволяют Украине поражать российские силы в Севастополе, других местах в Крыму, мост через Керченский пролив или большую часть Донбасса. Необходимо обеспечить Украину боевыми самолетами и танками. Украине нужно будет сражаться с воздуха и продвигаться вперед с бронетехникой, чтобы быстро и с минимальными потерями отвоевать территорию. Соединенные Штаты могут предоставить бывшее потребление самолета Ф-16 и А-10, а украинские пилоты обладают высокой квалификацией и легко адаптируются к различным типам самолетов. Необходимо усилить ПВО вокруг украинских городов. Россия уже исчерпала свои возможности для проведения наступательных операций. Одним из немногих оставшихся способов причинить страданий Украины является бомбардировка ее городов ракетами и бомбами. Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать свой собственный железный купол вокруг городов. По мере нарастания успехов Украины Путин уже реагирует и уже проявляет признаки слабости. Покупка военной техники в Северной Корее и Иране и мобилизация 300 тысяч резервистов гораздо более низкого качества, чем уже догарандировавшие регулярные войска, все это признаки того, что Путин знает, что его вооруженные силы терпят неудачу. И крайне важно, чтобы в такой опасный момент Запад послал Путина четкие сигналы, как это сделал 25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джек Селиван, о том, что любое применение ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения будет иметь разрушительные последствия для России. Стратегическое ядерное сдерживание по-прежнему работает, поскольку любое стратегическое ядерное применение приведет к уничтожению России. Но российские военные должны знать, что даже применение тактического ядерного оружия в Украине приведет к разрушительному ответу. Конец цитаты. Еще раз постараемся опять же вести услышанное в нужный масштаб. Под этими замечательными словами нету подписи президента Соединенных Штатов. Если бы на посту президента Соединенных Штатов был человек, который может произносить такие слова вслух, то ему бы не пришлось, ему, президенту, бы не пришлось их произносить с таким американским президентом, таким был, например, Рейган, или когда-то давно был Азенхайр, а с такими президентами Путин бы сидел, как мышь под веником, и никто бы о нем дальше пределов Москвы и не знал. К сожалению, то, что я сейчас вам прочитал, это не мнение президента Соединенных Штатов, это не мнение госсекретаря Соединенных Штатов, это всего лишь публично выраженная позиция отставного американского дипломата. С одной стороны. С другой стороны, это все таки не мнение украинских иммигрантов в Америке, которые пытаются помочь своей стране, это не мнение российских иммигрантов, которые пытаются всевозможно привлечь внимание Запада к необходимости противостояния путинской диктатуры, нет. Это мнение абсолютно системного, абсолютно системного и высоко поставленного системного американского дипломата. Господин Волкер начал еще аж в 86-м году свою карьеру как аналитик Центрального Развесного Управления с 88-го года в Госдепе, затем 10 лет в Госдепе, потом 10 лет с 98-го по 2008-й в структурах политического руководства НАТО, дослужился до постоянного представителя США в НАТО, в 2009-м году в госслужбу ушел, стал руководителем исполнительного директора Института международного лидерства Юния Макейна при университете штата Аризоны в 2017-м году снова на госслужбе назначен специальным представителем Госдепа США по Украине, то есть это более чем системный человек, как мы видим, что там получается три десятилетия с лишним высших коридорах американского внешнеполитического ведомства, и то, что он говорит, никак нельзя свести к личному мнению одного вот такого гражданина Америки. Нет, это позиция, это позиция вполне определенной, немаленькой, можно предположить набирающей силы, части американского политического эстеблишмента, которые намерены действовать не для того, чтобы спасти Украину, скажем прямо, не слишком их обеспокоит, судьба этой загадочной страны Украины, тем более, что страна Украины за предыдущие 30 лет снискала определенную репутацию. Нет, их беспокоит совершенно ясное понимание того, что мы сказали, что сказал Курт Волкер, а не я сказал, безопасность Европы невозможна без того, чтобы Путин не потерпел военное поражение, и чтобы он не понял, что ему надо остаться внутри законных, международно признанных границ России, и оттуда не высовываться. Не для того, чтобы спасти Украину, а для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в Европе в более широком масштабе и на всей земле. И вот такая позиция явно пробивается, и она явно усиливается, и в частности сегодняшняя бесплодная болтовня Путина в течение 40 минут про обиды обиженных негров и индейцев, на мой взгляд, говорит о том, что некоторый эффект этот поворот уже имеет, и он уже замечен в том числе и в Кремле. А вот такие вот итоги нашей состоявшейся недели, как всегда, чрезвычайно насыщены в этом сентябре. Думаю, что октябрь будет не менее насыщен, что мы увидим. А пока спасибо вам за внимание. Продолжение следует...